Приветствую, Илья. Приветствую, уважаемые зрители. Ну, вот такие вот, безусловно, позитивные новости. Машина правосудия двигается медленно, но куда-то она двигается. В общей сложности уже сейчас получается шесть ордеров. При этом вот два первых по Путину и по Львову и Белову, а не по детям, а четыре следующих, которые выданы командующим дальней авиации и Черноморскому флоту, и вот теперь, значит, Герасимову и Шойгу по военным преступлениям. Коль, можешь объяснить нашим зрителям, почему так медленно? То есть, почему надо столько времени, и почему вот так чайные ложки по одному, по два человека они добавляют к этим ордерам? Ну, вообще, стоит отметить, что расследование, Международный уголовный суд, а расследование идет специально назначенный прокурор, они проходят за закрытыми дверями. И эти ордера, которые в рамках расследования в отношении тех или иных фигурантов выносятся, они тоже выносятся в закрытом режиме. То есть, то, что некоторые ордера стали доступны публичности, то, что они говорят, в этом есть определенный политический момент. И, действительно, в случае со Львовой Беловой, с Путиным, фактически, собственные их заявления о том, что они похищали украинских детей, легли в основу, видимо, полностью доказанного трека, по которому можно было сделать соответствующее заявление. И суд это сделал. Что касается... Это было в 2023 году, весной. После этого год практически было молчание. И только весной 2024 года Международный уголовный суд заявил о том, что выдано еще два ордера в отношении командующего дальней авиации ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова. Вот их обвиняли совершенно в другом, в нарушении правил и обычаев ведения войны, в связи с тем, что они наносили удары по гражданской инфраструктуре. И вот проходит еще несколько месяцев, и нам заявляют о том, что еще два ордера в отношении Шойгу и в отношении Герасимова. Ровно по тем же основаниям за нарушение правил обычаев ведения войны. Ну, что касается Шойгу, несмотря на то, что он уже не является министром обороны, мне кажется, это все-таки сигнал Международного уголовного суда о том, что неотвратимость вот этого преследования за нарушение правил обычаев войны будет вне зависимости от того, занимает ли к моменту вынесения этого ордера лицо тот или иной пост, ту или иную должность, не занимает. Трек этот считается с октября 2022 года, то есть не с начала войны. Видимо, это тоже связано с определенными стандартами сбора доказательств. Но я думаю, что на самом деле количество ордеров, которые там имеют место быть, существенно больше, чем их озвучили. То есть речь идет не о шести ордерах, а о минимум сотнях, а может быть и тысячах в отношении всех персоналей. Это персональные ордера, которые нарушали, которые совершали преступление. Ну а ты что, считаешь, что они вот у них уже подготовлены, они вот их специально растягивают так, из политических соображений, что, в общем-то, не поведение свойственное юристам? Я думаю, что эти ордера лежат, и в случае необходимости они находятся в распоряжении тех правительств, которые потенциально могут задержать лиц, причастны к ведению войны на российских, но публичности придают их в определенных политических целях. То есть это не юридическая история озвучить про Шойгу или про какого-нибудь Кобылаша, а это больше политическая история продемонстрировать, что МУС эту работу продолжает. Скажи, вот ты такую сейчас важную, интересную вещь сказал, но вот в отношении Интерпола мы знаем, что в Интерполе есть публичная база, а есть непубличная база. И это, в общем, вполне логично, когда рассыскивают преступника, не обязательно надо кричать, что мы уже знаем, что это преступник, и мы его разыскиваем. Вполне возможно, что надо это спрятать, чтобы он, соответственно, попался. И это происходит сплошь и рядом, что публичная и непубличная база там, то, соответственно, на границе, когда человек пытается въехать в страну, вот тут вот оно все, значит, вскрывается. Ты считаешь, что такая же практика есть у МУС, я никогда про это раньше не слышал. Вообще у МУС практика не предавать ордера огласке. То есть то, что их предают огласке, это скорее исключение, нежели чем правило. Поэтому реальное количество лиц, которые сейчас находятся под расследованием, подозреваемых, оно может существенно превышать вот эти озвученные шесть ордеров. Я думаю, что превышает, учитывая то количество доказательств, которое было собрано и украинскими правоохранительными органами, и непосредственно прокурорами МУС. Мне интересно, я про это не знал. Это такой важный момент, потому что это действительно сильно повышает шансы на то, что ту или иную персону могут таки взять. Кстати, было бы интересно, если бы они не опубликовали бы материал по Путину, а Путин бы приехал на территорию ЮАР. А то есть он говорит, а вот у нас тут ордерочек есть, давайте свои мебели нам. ЮАРовцам было бы, на мой взгляд, в этой ситуации очень трудно. Но в случае с ЮАРом, на самом деле, я тебе скажу, что уже был прецедент, когда, не помню уже, как его звали, тоже какой-то африканский диктатор, который находился под ордером, он приехал в ЮАР, и ЮАР его отпустил в конечном счете, его не стали задерживать. Поэтому прецеденты такие были, потому что римский статут, он не является стопроцентной обязанностью государства его выполнять. То есть во внимание принимается множество условий политического характера и так далее, и так далее. Но последнее слово все равно остается за национальными инстанциями. И в этом смысле, скорее всего, если бы потенциально Путин приехал в ЮАР, скорее всего, его бы не стали задерживать, учитывая, какие политические последствия это могло бы за собой повлечь. Ну да, здесь этот момент, безусловно, присутствует. Но вот относительно Путина, мы сейчас обсуждали этот вопрос на съезде, и самая бурная дискуссия на эту тему как раз была, где судить негодяя. Была точка зрения, что мы хотим видеть на скамье в Гааге. А какая-то часть депутатов более кровожадная говорила, нет, вот там в Гааге это все будет комфортно. В этом международном уголовном суде там может и 5, и 10 лет идти. Это дело, сколько мы это уже увидели, что люди там просто от старости умирают. Это абсолютно комфортно, значит, в условиях. А вот их жертвы, значит, были совершенно в другом, в другой обстановке и других судах. И поэтому... Извиняюсь, простой немножко. Да, значит, давайте судить Путина в России. И поэтому делать российский трибунал. Ну вот как ты считаешь, не войдет ли история создания специального трибунала в России, то есть по большому счету немецких-то преступников тоже судили в Нюрнберге на территории Германии, значит, и это было как раз важно, показательно, то есть на территории Германии, чтобы немцы как раз видели, как их вождей, значит, там все повесят в конечном итоге. Но вот как ты считаешь, создание этого специального трибунала не приведет ли для нас к проблемам во взаимоотношениях с Мусом, с украинцами, там вообще с международным сообществом? Какая твоя точка зрения, где нужно судить ключевых деятелей этого режима? Ну, я безусловно считаю, что главной жертвой преступлений и Путина, и вот этой путинской команды являются, безусловно, российский народ. Это главная жертва. Начиная с прихода его к власти, с терактов, с Чеченской войны и так далее, и так далее, и так далее. Да, были потом, безусловно, агрессивные войны, вторжение в Грузию, вторжение в Украину, но судить Путина необходимо в России. И, безусловно, проводить, допустим, заседание какого-то специального трибунала, тоже можно в России судить на нем Путина, его приспешников. Гаага для таких людей, как он, была бы подарком. Они бы с радостью поменяли бы возможность оказаться в руках своих соотечественников на условную судьбу Милошевича. Когда все замечательно, все красиво, все вежливо, все... И вот в этом смысле... Нет, я не призываю к тому, что нужно специально как-то издеваться. Ну, просто поместить в те условия, в которых на протяжении десятилетий сотни и тысячи политзаключенных в ежедневном режиме находятся. Это было бы... Ты говоришь, не надо... Говоришь, не надо издеваться. То есть это и есть издеваться. Ну, это было бы справедливо. То есть никто же политзаключенных... Сама система выстроена здесь таким образом, что нахождение, оно, ну да, достаточно пыточное. Ну, вот для них это было бы, мне кажется, вполне справедливым наказанием, которое они достойны. Скажи, в этой связи, считаешь ли ты, что этот специальный трибунал может вынести высшую меру наказания, может прибегнуть к смертной казни? Смертная казнь на данный момент в России не применяется? Есть мораторий на смертную казнь, на применение смертной казни, хотя по ряду составов уголовных преступлений такая мера предусмотрена, просто ее не исполняют. Я полагаю, что специальный трибунал мог бы применить эту меру наказания. И, возможно, это как раз и перекликалось бы с Ньюрнбергским трибуналом, с тем уровнем зверств, которые осуществляют путинисты в Украине, так в свое время дитлеровцы совершенно. То есть это все, мне кажется, коррелирует. Ну, я лично это, конечно, поддерживаю и думаю, что большая часть населения России будет этому аплодировать, чтобы она сейчас там не отвечала в социологических опросах. Но поживем, увидим. Я думаю, что очередь добраться до Путина будет довольно большая. Я считаю, шансов, что его будут судить не очень много, потому что количество людей правильно понимает, что он слишком много знал. Ну, его же, скорее всего, друзья же чекисты уберут в первую очередь. Давай будем реалистами. Но если он окажется в руках правосудия, то, конечно, мы бы хотели, чтобы это был подробный процесс с исследованием всех доказательств причастности его к совершению преступления. Полностью с тобой согласен. Спасибо тебе большое. Николай Полозов, известный российский юрист, представитель съезда по санкционной политике, был с нами сегодня в эфире. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok